Сначала была тишина. Потом появился Чемоданов Продакшн. У меня есть доказательства, что ребенок нам не угрожает. Я покажу вам. Рано или поздно это тебя погубит. Может, уедешь со мной? По-моему, самая нашумевшая история, как я послала режиссера. Слышала твою песню? История с Геральтом оставила у тебя горький привкус. Все, что творится за кулисами, это пи***ец. Кто такая Сомбра? Для тебя никто. И вообще, откуда ты взялся? Ты из банды Чихуахуа? Мы, б***ь, эпизод в две фразы пытались 45 минут записать. Человек так и не сделал этого. Всем привет, друзья. На связи Дима Чареватенко. Сегодня у нас в гостях обладательница одного из самых игривых и обольстительных голосов нашей страны Вероника Саркисова. Ее голосом говорят такие персонажи, как Элис Каллен из «Сумерек», женщина-кошка из «Бэтмена», ну и, конечно же, Йеннифер из «Ведьмака». Сегодня вы узнаете, будет ли дубляж третьего сезона сериала «Ведьмак» с теми самыми голосами, как Вероника отреагировала на отмену показа «Бэтмена» премьеру в прошлом году, ну и узнаете некоторые полезные лайфхаки по воспитанию детей. Ну и много чего еще на самом деле. Наша беседа получилась насыщенная, интересная. Я надеюсь, вам понравится. Поставьте, пожалуйста, этому выпуску лайк, потому что наши гости заслуживают этого простого действия. Ну и напишите в комментариях своего любимого персонажа. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылочку на который я оставлю в описании. Сделайте это прямо сейчас, друзья, потому что больше времени нет. Все, начинаем. Вероника, привет. Привет. Как твои дела? С каждым днем все лучше и лучше. А что было до этого? Ой, до этого? До этого была работа, потом очень-очень приятная встреча. И вот на волне этой встречи все хорошо. Ты озвучиваешь Йеннифер в сериале «Ведьмак». Что ж, свиристель, человек, миф и легенда. Нужна твоя помощь. Какая у тебя была реакция, когда Netflix ушел в начале 2022 года? Ну, вероятно, как у нас у всех, печаль. И не только потому, что он ушел, а просто. Не было, у меня, кстати, не было ощущения, что мир рухнул, и я останусь без работы. Почему-то уверенность в том, что все будет. Там, кажется, какие-то продолжения должны были прийти. Но, к сожалению, видимо, это будет без нас. Но продолжение сейчас выходит «Ведьмак 3». Ну, не сейчас, а в ближайшем будущем. В перспективе. Будешь где-то звучать его? Ну, я бы, конечно, хотела. Но не факт, что позовут. После мартовских событий 2022 года альтернативные студии начали набирать все большую популярность. Как к ним относишься? Так же, как ко всем. Я ко всем одинаково отношусь. Ну, у тебя нет такого, что типа альтернативная студия? Я много слышала мнений про это, что вроде как вот есть, грубо говоря, оригинал и «Пиратки». Просто я, естественно, я знала про «Пиратки». Меня никто не звал. Позвали бы, я бы пошла. Ну, то есть, тогда еще, когда все было на мази, у меня, я не считаю это плохим. Ну, как бы, я же буду работать точно так же, как я работаю. А что в этом плохого? Мы что, что-то нарушаем? Да, действительно, ничего не нарушаем. Кстати, недавно вышла новость о том, что студия «Пифагор» берется по просьбе другого сообщества озвучивать какой-то там, по-моему, сериал «Амбрелла». Ну, в общем, «Пифагор» берется озвучивать. Мне срочно им позвонить, сказать, я вам там не нужна? Не, ну, это интересная новость. Я не знаю, она, по-моему, уже проверена. Вот, поэтому... Я на «Пифагоре» очень давно не была. Почему? Почему? Как ты смотришь на то, что часто личные взаимоотношения режиссеров и студий встают, так сказать, наперекор качеству, и какие-то студии не зовут каких-то актеров, которые там не дружны с каким-то режиссером, или режиссер не зовет на какую-то студию там? Я к этому отношусь так же, как я отношусь к этому в театре, в котором я работаю. Это не всегда хорошо выяснять отношения через работу. То есть я выхожу на сцену, я профессионал. Как бы к кому бы я ни относилась, я буду честно работать. Если мне надо любить этого человека на сцене, я буду его, правда, любить, но на сцене. И то же самое в работе, и у меня, по-моему, самая нашумевшая история, как я послала режиссера. Да. И все равно потом пришлось с ним работать, потому что заказчики хотели именно меня, а ему пришлось писать этот фильм. Расскажи, что за история. Хочешь, чтобы все-все узнали? Обязательно. А вдруг он тоже будет смотреть? Ну, я передам ему привет. Значит, я развернута, отвечу на... Расскажу эту историю. Я была уже беременна. Никто особо, не особо, кроме меня, мужа, никто этого не знал об этом. Но гормоны, усталость, я не уходила в декрет. Все как бы сказывается. И Ярослава Георгиевна позвала меня писать фильм. Главную героиню в этом фильме. Ну, и как бы, естественно, я вообще не отказываюсь от работы. У меня в принципе нет такого, что, ой, я это писать не буду. Буду, буду. Проходит какое-то время, и так получается, что этот фильм пишет не Ярослава Георгиевна, а Александр Борисович Новиков. Кино сложное. Естественно, оно на экране черно-белое, все, значит, в этих полосочках. Девчонки, сплошь блондинки. Моя с розовой прядью, но я этого не вижу, потому что у меня черно-белое кино. И сам фильм сложный тем, что на экране показывают одно, они говорят, грубо говоря, другое, закадровый текст третий, то есть очень такой вот прям мудреный киношка. И в какой-то момент я не могу попасть. Не могу. Мы бьемся, колотимся, не попадаем. Много девочек. Я свою вижу. Я вижу, что она этого не говорит. Но режиссер мне говорит, что это она. И доходит до того, что меня чуть ли не начинают крыть и пытаются меня подстегнуть, что вы, Вероника, не можете попасть, что вы за актриса. То есть меня это накаляет, потому что я не понимаю. Я правда не понимаю. Я начинаю, естественно, злиться. Плюс, не забываем, я беременна, у меня гормоны. Я уже устала стоять. Ну, как бы мы уже давно стоим и пишем. А там сидит еще заказчица, подруга Ярослава Георгиевны, женщина уже в возрасте. И, значит, бились мы, бились. И в итоге Дима, звукорежиссер, говорит, Александр Борисович, это не она говорит. И он начинает как-то выводить дорожки, как-то пытаться ему объяснить, что это правда. Ну, то есть это не мой косяк, что мы не попадаем, потому что это не я. Ну, вот, на мой взгляд, как должен поступить мужчина в первую очередь? Ну, наверное, извиниться, правда? Нет. Он говорит, а, да? Ну, ладно, огонь, пишем дальше. И со мной так нельзя, правда. Ну, то есть я могу терпеть, я соблюдаю субординацию, но, б***ь, со мной так нельзя, особенно если я беременна. Я говорю, никакой, б***ь, не огонь, один. Ну, собственно, он и ушел. Мы с Димой дописывали этот фильм. Вечером мне позвонила Ярослава Георгиевна и сказала, Саркисова, ты что, а? Там сидит взрослый человек, заказчик, ты, б***ь, как с режиссером. Я ей объясняю, что, мол, так и так. Ну, то есть в первую очередь я понимаю, если много работы, можно где-то косякнуть, но ты, б***ь, режиссер. Ты должен знать этот продукт. Ты должен знать, что я у тебя буду писать, чтобы ты мне смог объяснить задачу, и чтобы мы не смотрели весь фильм с тобой. Поэтому он пошел на м***ь. Вот, я уже родила Ярослава, и спустя, наверное, года два меня вызывают, по-моему, «Великолепная семерка», что ли, фильм назывался. И тадам, там Новиков. И он начинает меня обнимать, я говорю, нет, спасибо, давайте просто поработаем, просто поработаем. Даже спустя два года? Заказчик хотел меня. А, видимо, ему достался этот фильм, и он не мог никого взять. Нет, я имею в виду, что он хотел с тобой пообниматься, а ты помнишь эту ситуацию. Да, потому что он не извинился. Потому что, ну, как бы, если бы он сказал «извини, Чувих», ну, неправ был. Ты как бы, да? А еще узнав уже о том, что, как бы, я вообще-то была беременна, можно было как-то... Но я первая не буду извиняться за этот хуй. Но Александр Борисович, конечно, он такой экспрессивный мужчина, да. Я тоже. Мы много говорим об озвучке и о том, как рождается кино. И мне лично очень интересна изнанка любого дела, его непарадная сторона. Так что, конечно, я обратил свое внимание на сериал, который рассказывает о закулисье балета. Сериал так и называется «Балет», и мне нравится, что, по сути, это сериал не про танцы, хотя танцы будут, а про взаимоотношения людей. Артисты борются между собой за сольные партии, хореограф спорит с худруком, худрук с директором театра бьются за власть, а параллельно все они еще и бьются за отношения. Но вернемся к главному для меня. Каст подобран отлично. Алла Сигалова, хореографы в жизни, идеально играет главную героиню, балетмейстера с мировым именем. И еще пара комментариев. Оценил, как создатели подошли к процессу озвучания. Все оркестровые партии записывали во время съемок. Тут все идеально. Еще отдельно прописывали шумы, пачки, звуки движений на балетном паркете, все прыжки, тоже чистый звук, никаких имитаций на посте. Ну и мне нравится, что идеология, очевидно, прописана на площадке с минимальным переозвучиванием. Такое внимание к деталям не могу не оценить. В общем, мне стало понятно, почему балет от Винк Ориджиналс называют главной премьерой года. Рекомендую вам посмотреть самим, ссылочку оставлю в описании. Привет. Что делаешь? Я, да вот, воду набирал. Круто. Да. Рад, что ты пришла, я хотел сказать кое-что. Я скажу это сейчас. Если в наш следующий разговор я растеряю смелость. Ты мне нравишься, Марта. Вот очень нравишься. Я, я вот прям влюблен. Да? Да. И уже давно. Где-то с седьмого класса. Серьезно? Надо же, такое в моей жизни впервые. В смысле? Ну, в смысле, я еще никому не нравилась. Я, я сама себе не верю. Я никогда не говорила о чем. Ты мне тоже нравишься. Да? Да. Ты классный, милый, хорошенький. Да, я тоже влюблена. Ты уверена, что это не из-за этого? Ой, что? Что-то качки не в моем вкусе. Я люблю умных. Серьезно? Я как раз такой. Это было ужасно. Я никогда, никогда не целовалась. Никогда. Это мой первый раз. Мой тоже. А, вот как. Ну, ясно. Класс. Эй, а ну прекратите. Сегодня без вас. Тяжелый день. Ты следишь за историей, следила за историей Ведьмака, там, игры, сериала? К сожалению, это не моя тема. Простите меня, кто этим увлекается и кто является фанатом и трепетно к этому относится. Простите, это просто не мое. А что твоя тема? Что-то глубокое или жизненное. Я люблю записывать какие-то сложные мелодрамы, интересные, не мыльные какие-то. Потому что я вместе с актрисой это все проживаю. Мне это очень, ну, то есть такое душевное больше. Потому что Ведьмак, это же фантастика. Вот я не смотрела там ни «Звездные войны», ничего такого. Ну, просто это не мое. Ну, так бывает. Порекомендуй, может быть, один, два, три фильма, которые нравятся тебе. И вот которые ты бы могла посоветовать посмотреть нашим зрителям. Ух, ну вот из того, что я писала «Виноваты звезды», наверное, очень я срослась со своей героиней. Как зовут? Хейзл. А полное имя? Хейзл Грейс Ланкастер. В свое время самый первый такой был «Спеши любить». Мы с Комлевым писали, но его почему-то в дубляже редко где встретишь. У меня туго с названиями, на самом деле. Я, если вспомню, я потом в комментах еще напишу. До съемки ты сказала, что ты знакома с Ярославой Георгиевной еще с детства. Расскажи, как ты пришла к микрофону, как ты с ней познакомилась? Ну, в принципе, моя актерская биография начинается с трех лет. То есть изначально я очень любила читать стихи, очень рано научилась разговаривать. Мама со мной учила стихи, а внизу на первом этаже жила театровед Кира Павловна. Я к ней приходила, она была благодарным слушателем, я ей читала стихи. У меня есть старший брат, на шесть лет мне старше, мы пошли гулять. Увидели объявление, нужны дети для фото и кинопроб от трех до двенадцати лет. Мы сорвали телефончик, пришли к маме. Мама говорит, ну, поеду с Колей, я говорю, в смысле, мне вообще-то три, там написано с трех, а я мелкая, ну, я на три не выглядела. Но проще было меня взять, чем слушать, как я воняю. Мама меня взяла, значит, какой-то дяденька со всеми разговаривает, видит меня, говорит, а ты такой маленький пришел. Ну, что ты можешь мне стихотворение рассказать, там идет бычок качается. Я говорю, да, Александр Сергеевич Пушкин, пророк. Зафигачило, значит, это стихотворение. Он говорит, ну, ты что, хочешь быть актрисой? Я говорю, конечно, мне даже Кира Павловна сказала, что я должна стать актрисой. А как бы предыстория, что моя бабушка, мамина мама, она актриса Нижегородского тюза, но она умерла, когда моей маме было двенадцать лет, собственно, я, естественно, ее не знаю. Мой папа музыкант-барабанщик. Барабанщик. То есть, так или иначе... А, дедушка-клоун. Так или иначе, все это творчество, оно всегда было вокруг меня. Ну и, собственно, снялась я у этого режиссера, это был Кончаловский. Да. Так я попала в картотеку Мосфильма, потом я снялась у Соловьева в «Трех сестрах», и как раз у Соловьева я играла Ирину в детстве, и он хотел не париться, и чтобы меня озвучила, ну, Травистюшка, ну, как мы это делаем, озвучиваем детей. А потом Курехин, который писал музыку к «Трем сестрам», он сказал, да дай ей попробовать. Ну, че ты? И он дал мне попробовать. И я стояла на Мосфильме, озвучивала сама себя, а в этот момент мимо студии проходила ассистент студии Девяткина, была такая студия в девяностых годах, дубляжная как раз. И она говорит, а что у вас там, ребенок пишется? Мама говорит, да, дочка сама себя озвучивает. А можете вот зайти в соседнюю студию, нам вот, ну, попробовать, там как раз ребенка надо озвучить. Да, без проблем. Значит, заходим в студию, мне объясняют, что вот там английский, вот надо в губки попасть. А папа со мной занимался английским, то есть английский я знала. И я вот в свои там сколько, пять с половиной лет, я сказала, так она не совсем то говорит. И начинаю, ну, мне говорят, ну, надо, чтобы в губки попало, понимаешь? И, собственно, вот со студии Девяткина началась моя карьера. И, насколько я помню, своим детским вот этим вот воспоминаниям, вот там и появилась Ярослава Георгиевна. Ярослава Георгиевна, Белозорович, кто-то еще, вот кто меня знает, вот прям вот Сева Кузнецов меня знает чуть постарше, там лет, наверное, с восьми. Так что да, они все мои бабушки, папы. Что за адское место тебя извергло? Канализация. А ты чем пахнешь? Всегда подозревала, что ты, кровопийца, обожаешь обниматься. О, боги. Скучаю по дням, когда главной проблемой был придурок-рифмоплет. Лично я выпью, я не собираюсь вести этот разговор на отрезвую голову. Слышала твою песню? История с Геральтом оставила у тебя горький привкус. Никто не оставляет у меня горький привкус. Спасибо, но никогда. Я пою на самые общие темы, моя дорогая. Ты ведь свиристель? Что? Нет. Да. Нет. Многое можно услышать, когда ты в бегах. Что ж, свиристель, человек, миф и легенда. Нужна твоя помощь. Назад! Назад! Он со мной, все в порядке. Мне нужно попасть в Центру. Вернее, нам. Сделаю, что могу. Что с тобой случилось? Я живу давно, поэтому говори конкретнее. Хаос списал меня со счетов. Ты утратила магию? Разве такое возможно? Ну давай, злорадствуй дальше. Времени-то навалом. Я тоже боюсь. Мы найдем новое призвание. Еще лучше. Надеюсь. Опять, получается, помог момент. Я часто спрашиваю, как попали к микрофону. И очень много историй, когда... Ну, я вот, мне там сказали слово, что-то там озвучить. И проходил Всеволод Борисович. И такой, вот. А сейчас возможно как-то людям попасть к микрофону, если у них есть такое большое желание и, возможно, какой-то талант? Ну, смотри, меня очень многие девочки наши, взрослые, которые старше меня, не любят именно потому, что я считаю, что детей должны озвучивать дети, если они могут это сделать. Мой сын озвучивает не потому, что мой сын. И там тот же Всеволод Кузнецов не даст соврать, как я воняю, как я требовательно к нему отношусь. Он говорит, оставь его, он хорошо все делает. Я перфекционист, мне надо, чтобы было хорошо. Но если мне мастер говорит, что и зовет его работать, и я потом слышу результат и думаю, у него получается. И девчонок своих из театра, многих я привела так или иначе. Кто-то уже в дубляже, кто-то еще на этапе компьютерок, потому что с компьютерок можно начать пробовать свой голос. И если в тебе есть нутро, я считаю, что все-таки должно быть актерское образование, так же, как Лена Шульман, я считаю, что чтобы качественно и грамотно передать персонажа, которого тебе довелось дублировать, ты должен быть актером. Ну, по крайней мере, окей, может быть, у тебя нет образования, но боженька поцеловала, это всегда чувствуется, это слышно. Поэтому я привожу людей. И тот же Миша Белякович, это моих рук дело. Ммм, да. Да. И он, мне очень благодарен, Миша, да? Привет тебе. Пошел из моего дома. Миша, напиши в комментариях. А если, допустим, наши талантливые зрители, они могут как-то связаться с Вероникой Саркисовой и сказать, Вероника, помогите нам тоже, мы тоже хотим. Ну, я должна узнать этого человека, тоже сплошь и рядом. Ну, то есть, у меня это срабатывает как там, у меня есть в театре Ксюха Ефремова, подруга моя, у неё потрясающий тембр, и она очень владеет голосом, и она актриса очень хорошая. И я не могла не дать ей возможность, а вдруг, или там Настя Шестовская, дочка нашей актрисы, она умеет таким колокольчиком говорить, которым я не говорила даже до того, как начала курить. Ну, то есть, и это прекрасно, или Карина Демонт, у неё прям низы, и мне хочется, чтобы люди услышали, потому что это красиво. Ты сказала про сына, что он тоже озвучивает, и он занимается хоккеем. Да. Если смотреть в будущее, что ты видишь, куда он идёт, пойдёт в актёрскую сферу или в спортивную? Не пойдёт. Не пойдёт, потому что было время, его папа, мой бывший муж, мы все в одном театре работали, работаем, он, сын выходил с нами на сцену. И ему сначала это очень нравилось. Маленький выходил. А когда он стал по-старшему, было года три, до него вдруг дошло, что это адреналин, что он начинает волноваться, и его начинало лихорадить каждый раз, когда вот надо выходить на сцену. И мы сходили к невропатологу, к неврологу, и они сказали, вы прям блок ему ставите, не делайте, он не хочет. И сейчас у нас есть, допустим, спектакль, где всегда играют актёрские дети мальчиков. Всегда. Там четыре фразы сказать и побегать там два круга по сцене. Я говорю, Мирон, ну, мама, нет. Я говорю, а почему? Я не могу, там надо что-то красить, я волнуюсь. Я говорю, а когда ты голы забиваешь? Мама, это другое. Там задача другая. Я говорю, а когда ты озвучиваешь? Мама, это другое. Мне нравится. То есть я играю. Он такой, игрун, он актёр. Заплакать это вообще нефиг делать. Но вот именно сцена, кино... Мы знали много имён смерти. Наконец, Моргат был повержен. Но наши горести не окончились. Ибо его орки рассеялись по всему Средиземью. Их число умножалось под рукой вернейшего слуги Моргата, жестокого и хитрого чародея. Его называли Саурон. Мой брат поклялся выследить и убить его. Но Саурон успел раньше. И отметил его плоть знаком. Смысла которого не могли разгадать и мудрейшие. Там, во мраке, его клятва стала моей. И вот началась охота. Мы преследовали Саурона до края земли. Но след его затерялся. Год сменялся годом. Век сменялся веком. Для многих эльфов боль тех дней стёрлась из мыслей и памяти. Многие из нашего народа начали думать, что Саурон сгинул навеки. Что опасность, наконец-то, миновала. Но я не смогла в это поверить. 1 марта прошлого года, за сутки до старта проката, отменили Бэтмена. Где ты озвучила, уже озвучила женщину-кошку. И мы с Сашей Гаврильным шутили тогда. Мы там готовили много промо-материалов. И он там на рыбалке записывал видосы. Когда вот, вот, завтра, всё, Бэтмен. И нет. Тебе бы хотелось увидеть свою работу на большом экране? Я смотрела. Я специально пошла. Но, опять же, это не моя тема. Я ушла спустя, наверное, полчаса. Потому что, извините, пожалуйста, люди. Но я не смогла. Ну, то есть я поняла, что я не могу тратить время своей жизни на то, чтобы досмотреть до конца. Очень тёмная, грузная. И мне не всё нравилось, как мне говорили там работать. Тебе не понравилось, как получился финальный результат? Да, потому что я настаивала на каких-то дублях. И Ренат их оставлял, зная, что я... Но, видимо, как-то там... Ну, в общем, мне не понравилось. Если бы пришлось выбирать, если бы... Что бы ты выбрала? Дубляж, кино или театр? Выбирать? Ну, если бы вдруг, вот тебе сказали, так, надо выбрать. Это очень сложный выбор. И так или иначе, я периодически перед ним встаю. Я, вот, я, Вероника Саркисова, внутри себя... Ну, мы часто боремся сами с собой. И, возможно, сегодняшним днём у меня стоит выбор, например, уйти из театра. Это не первый раз возникает. И потом я задаю себе вопрос, почему? Ответы есть, но без сцены я не смогу. Ну, то есть, опять же, это личные какие-то конфликты, которые мешают получить полноценное удовольствие от работы в театре. Выходя на сцену, обмениваясь энергией со зрителями, я получаю колоссальное удовольствие. Практически оргазмирую. Практически оргазмирую, но всё, что творится за кулисами, это пи***ц. Поделись, в каких направлениях это происходит? В личных. Организационный процесс, финансовый? Когда люди за личной какой-то неприязнью, которая там получилась за 19 моих лет работы в театре, не могут разделить работу и личные отношения. Я пи***ка не деньги, чтобы всем нравиться. Я такая, какая я есть. Это мой характер, и я им горжусь. Потому что если бы у меня не было этого характера, у меня бы много чего в жизни не было. И когда человек не хочет видеть, ну, грубо говоря, все видят, а он не хочет, но он пи***к главный. И когда отдаются роли, потому что это родственники, это пи***ц, это пи***ц, это пи***ц, это пи***ц. Вот повесить, как нам говорил наш покойный худрук Белякович Валерий Романович, вот с табличкой «Искусство от театра до метро и обратно». Так у нас же во всех сферах такое, ну, если разобрать. Ну, к сожалению, да. Но какое счастье, когда, например, родственники талантливы, и за них не стыдно. Уезжаешь? Господи. И есть такое слово «привет». Куда поедешь? Я не знаю. На север? Может, в Бладхэйвен? Хочешь, чтобы я осталась? Здесь никогда ничего не изменится. Без кармайна для тебя все станет только хуже. Начнется грызня за власть. Море крови. На что тебе пришлось пойти ради них? Рано или поздно это тебя погубит. Может, уедешь со мной? Заставим понервничать жирных толстосумов. Будет весело. Летучая мышь и кошка. Многообещающе. Кого я обманываю? Ты свой выбор уже сделал. Тебе пора. Мы так рады тоже видеть тебя. У меня есть доказательства, что ребенок нам не угрожает. Я покажу вам. Не имеет значения, что я вам покажу. Даже когда вы увидите, вы все равно не измените решение. Сейчас. Теперь вы знаете. Это ваше будущее. Если не пойдете другим путем. Мы не можем изменить путь. Этот ребенок представляет страшную угрозу. Я искала свидетелей среди людей племени текуна в Бразилии. Ты сказала, что проще начинать с компьютерных игрушек. Я считаю, да. Два вопроса. Помнишь ли ты какие-то свои компьютерные игры? Я, наверное, предположу, что нет. Ну, или может быть что-то... Одну точно. Овервотч. Потому что оказалось, очень много людей играют в эту игру. А еще оказалось, что управлять людьми не намного сложнее. И они находят меня в соцсетях и что-то пишут. А, еще, господи, Охотник. Там какой-то персонаж Охотник. И что... Вот я не могу вспомнить название этих игр. Вот они мне пишут про Овервотч точно. Сомбра у меня там. И вот про Аллерию. И кого-то еще они все время называют. Но я не помню название игр. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях прямо сейчас. Я просто тоже не игроман. Вы нам нужны вот прямо сейчас. Помогите, пожалуйста. И второй вопрос. Почему начинать легче с игрушек? Там можно больше кривляться? Ну, не то, чтобы кривляться. Там можно научиться владеть своим голосом. Понимать свои способности. Диапазон. От кого и до кого ты можешь работать. А потом, пожалуйста, как всегда у нас гуры, эпизоды. И дальше... Ну, собственно, Миша, кстати, Белякович, он не с игрушек начал. Я его привела на гуры к Ярославу Георгиевну Алексею. Я уж не помню, к кому. И дальше это дело случая, дело твоего таланта, чувак. То есть, либо ты понял, как это работает, и ты пазл сложил, и ты работаешь, и тебя зовут, и как бы у тебя все есть. Либо ты попробовал и понял, что это не та фраза, что пиздец, не мешки ворочать. Как часто тоже. А что ты там устал, пиздец, не мешки ворочать. Вот тот, кто так говорил, я специально одного такого актера привела на озвучку. Касл я тогда писала, сериал. Я говорю, дайте ему эпизод какой-нибудь. Мы, блядь, эпизод в две фразы пытались 45 минут записать. Человек так и не сделал этого. Поэтому, пиздец, это мешки ворочать. Кто такая сомба? Для системы ее просто не существует. Никто не знает, откуда она взялась. Мало ли сирот осталось после войны. Но только она могла взломать что угодно. А еще оказалось, что управлять людьми не намного сложнее. Девочка поняла, как устроен мир. Информация — это власть. И она взламывала политиков, корпорации, спецслужбы, словно одержимое. Пока однажды ее не обнаружили. Когда железо устаревает, его меняют. Так на место девочки пришла сомбра. Теперь я готова. Я узнаю, кто управляет миром. Я воспользуюсь их пороками и слабостями. И тогда они станут марионетками. Кто такая сомбра? Для тебя никто. Адьес. Расскажи про театр и про то, как туда попасть. Какие-то будущие спектакли. Может быть, мы соберем вам не один зал будущий. Скажи, что там дальше? Что там дальше? Сезон у нас закрывается, по-моему, если я не ошибаюсь, 15 июля. У меня осталось не так много спектаклей. Вряд ли остались билеты на эти спектакли. Потому что театр «Ноик Западе» он маленький. Там всего 6 рядов и 120 мест. Но в театральных кругах он очень известен. Ему уже 47 лет. Я не знаю, уйду ли я из этого театра этим летом. И будет ли у меня сезон, который начнется 13 сентября. Как бог даст. Но в любом случае приходите. Там есть хороший спектакль. Советую начинать со спектаклей в постановке Валера Романовича Беликовича. А там, если понравится, уже сами решите. А Беликович и Беликович есть связь? Это дядя Мишин. Дядя? Да. Но Мишин папа тоже там работал. И мама работала. Но уже никого из них нет в живых. А еще один дядя Миши – это Авилов. Виктор Авилов. Знаменитый советский, российский актер. Которого, к сожалению, тоже нет. Но его дочка младшая – моя однокурсница. Оля Авилова. Люблю тебя. Скажи, а если ты уйдешь, вдруг примешь решение уйти из театра, на что у тебя будет фокус внимания в дальнейшем? Может быть, ты думала об этом уже? Ну, наверное, я наконец-то захочу снова сниматься в кино. Потому что у меня был период, когда категорически… Ну, вот с трех лет я снималась так или иначе. Там и сериалы, и рекламы, и яралаши, и все-все-все. И я просто пережрала этого всего. И мне это стало прям неприятно. И я стала вести себя как мразь. И все говорили, что я словила звезду, а я просто заебалась. Вот. И поэтому я решила уйти в театр. Мама не могла тоже этого простить. Как? Как? Я говорю, мам, ну очень просто. Просто в театре тебе не дадут второй дубль, и глицериновую слезу не сделают. Там все по-живому, по-настоящему. И мне это нравится, потому что это честно. Ну, более честно, чем кино. Вот. И как бы само кино… Нет желания в этом кине сейчас сниматься. Но что-то вдруг начало выходить, что мне нравится в нашем кинопроизводстве. И поэтому вот я прошлым летом открыла сезон, начала сниматься, а там как пойдет. Но без сцены я, конечно же, не смогу. И пойти в другой театр не так-то просто. Все-таки, несмотря на мой небольшой рост и, вероятно, пока еще внешность юную, мне 37 лет. Не знаю, я кому нужна там. Но вдруг. Вдруг они искали именно меня. И опять же, сын становится старше, с хоккеем тоже там решаются вопросы. Готова ли я продать почку. Вот. Антреприза – это тоже, конечно, сцена. И говорят, антреприза – это халтура. Ну, это как посмотреть. Ты и в халтуре можешь работать, это же от тебя зависит. Даже если твои партнеры в Филоне, ты тупо там, ну, ради денег. Ну, как бы, недавно мы играли эскиз спектакля «Безымянная звезда». Это экспериментальный театр. Он начинался с пандемии. То есть мы через Zoom сначала этот спектакль играли. Недавно вживую сыграли. И тоже были мнения. Вот, блядь, это какая-то это. И как не затра, с холодным носом. Чувак, блядь, от тебя зависит. У тебя холодный нос. Или ты так же, как, блядь, на сцене театра «Российская армия» ходишь. Ну, серьезно. Сцена будет у меня. Просто мне надо понять, принять решение. Может, на YouTube? Объясни. Я абсолютно, к сожалению, далека от всех вот этих вот штук. Как-то блогерство. Ну, как бы, я что-то вижу. Я не понимаю, как это работает. Правда. И научи. Хорошо. Вдруг. А вдруг? Я дам свои советы. Не вопрос. Что? Карта пуста! Нас с тобой облапошили! Куда... О, я знала, что он так сделает. В его глуши звезда вас ждет. Ох, темнолесье. В темнолесе никогда никто не заходит. Карту крепче ты сжимай. И из рук не выпускай. Суэль Талло! О, палочка. А куда ты меч подевал? Да, решил его выкинуть. Чтобы было поинтереснее. Ага. Я видела, как тебе сейчас было легко. Я ни за что не дам тебе держать карту. А я ни за что не дам тебе держать карту! Могу держать я. Разбежался. И вообще, откуда ты взялся? Ты из банды Чихуахуа? Да вроде нет. Я тебе не верю. Ничего. Главное, чтобы ты верила в себя. Что? Он что, чокнутый что ли? Как тебя звать? Ни одна из кличек как-то не приклеилась насовсем. А тебя зовут... Мягколапка. Киса Мягколапка. Киса Мягколапка. Ага. Не вешай мне лапшу на уши. Нельзя быть настолько тупым и добреньким. И я тебе не доверяю. Ему нельзя доверять. Но я доверяю тебе больше, чем ему. Да, веселенькая нам предстоит поездочка. Вероник, а дай советы по воспитанию детей какие-нибудь. Топ-3. Топ-3. Я очень желаю вам научиться придерживаться режима. Это самое-самое важное, потому что вы тем самым приучите его, вашего ребенка, грамотно распределять свое время, что очень-очень-очень поможет ему в будущем, потому что он научится это делать в детстве. Любить нельзя воспитывать. Это то, к чему я стремлюсь, но у меня не очень получается, потому что все-таки приходится чаще воспитывать, чем любить. Но чем раньше вы научитесь любить, а не воспитывать, тем лучше у вас будут взаимоотношения с вашим ребенком. Баловать, но в меру. И обязательно помочь. Помочь направить, кем он себя видит. Это очень важно. И я это поняла на примере своего сына. Он научился ходить в 9 месяцев. В год он уже брал палку, откручивал крышку с бутылки, и палкой постоянно эту крышку шпанделял. А я все его на сцену тащила. А оказалось, что он вот так вот выбрал, что он хочет стать хоккеистом. Да, у него это где-то получается, где-то не очень. И не факт, что в итоге что-то может выйти, ну, просто потому что там уже есть нюансы и финансовые, и прочее, прочее. Но у меня с ним произошел разговор еще, наверное, год назад, когда ему было 8,5-9 лет. Я ему сказала, сынок, если не хоккеист, ну, вдруг всякое может случиться. Ну, может не получиться, потому что, может быть, я солью какую-то информацию, но я хочу, чтобы знали, что чтобы попасть в молодежку, в хоккейную, нужно заплатить лям-200. Ну, так, на всякий случай. Ты, может быть, какой угодно нападающий, защитник, но если у тебя нет денег, то ты идешь на хуй. Я не знаю, будут ли у меня лям-200, а к тому времени, может быть, еще больше. Смогу ли я помочь сыну стать хоккеистом? Но он уже знает, кто он, если не хоккеист, и туда пытается навострить свои лыжи. Программист и разработчик игр, чтобы мама их озвучивала. Прекрасно. И не смотреть Влада бумагу, да? Да, потому что 8 лет я покрасила по просьбе ребенка ему волосы в белый цвет. Из-за рыжего пигмента волосы продержались в белом цвете буквально сутки, потом они стали апельсином, а в хоккее команда его соратников говорили, что он сон и снег. Но волосы отросли, мы их отрезали. Он пока больше краситься не хочет. Слава богу. Ну, хоть попробовал. Ну, да. Кажется, тебе нужна помощь? Кто это сказал? В этой утлой заброшенной лочунке. Ага, здравствуйте. Выпустишь меня? О, какой сладкий голос. Ты сладкая. О, спасибо, незнакомец. Я чувствую лодки соли и свежего мяса. Да, это я. Давайте выпустим вас на свободу. Да-да, сюда. Прямо по этим косточкам. По косточкам? Хорошо, не вопрос. Ох, лишь бы Макс был здоров. Друг? Я ошибся, я хотел сказать друг. То есть, труп. Как хорошо, что я вас встретила. Эта цепь. О, вы хотели съесть меня? Извини. Как вам не стыдно? И правильно вас заперли. Вы плохая, плохая птица. Это врожденный инстинкт убийцы. Это не оправдание. Все безнадежно. О, и что вы. Только плакать не надо. Извините, что я на вас так накричала. Пожалуйста, сними из меня цепь. На этот раз я помогу. Честное слово. Тиберий. Это, конечно, прозвучит не очень вежливо, но я вам что-то не очень верю. Многим зрителям, которые слушают, слышат и узнают, я хочу сказать спасибо, потому что, ну, допустим, недавно на спектакль два ряда купили именно вот игроки в компьютерную игру какую-то. Они как-то там где-то в сообществе встретились и пришли ко мне на спектакль. Это было очень неожиданно и приятно. И у нас появились зрители, потому что у нас такой театр, либо он, ты приходишь и сразу вныриваешь туда, и тебе нужна дальше доза, доза, доза. Он у нас своеобразный. Либо человек приходит и понимает, не мое, ну, как бы не пойду. Но вот благодаря зрителям, которые меня слышали и захотели увидеть меня на сцене, у нас появились новые зрители в театре. И вот за этот новый приход я благодарна зрителям. А так, каждому человеку я хочу сказать, что никогда не надо опускать руки, отчаиваться, если что-то не получается, верить в себя. Всегда. Не надо искать извне кого-то, кто поможет, кто вытащит. Это хорошо, когда есть такие люди. Но всегда полагаться на себя и знать, что ты у себя самый пиздный. Надо любить себя. Ты у себя самый пиздный. Это цитата о сегодняшнем выпуске.